Всем привет, с вами Тетрадыч, и посмотрите на мой инвентарь. Вы, не знаю, догадались или нет, но в этом ролике мы будем тестировать всех новых ивентовских юнитов из летнего крейта, которые у меня есть. У меня есть Сёрфер Тиви Мэн, Бич Камера Мэн и Сангласи Спикер Мэн. Также я возьму Санта Тиви Мэна, чтобы получать деньги, а то как без него? Без него нельзя. Ну а ещё Медика, на всякий случай, а то вдруг наших юнитов будут встать. Я не хочу, чтобы наших юнитов встали, это не очень круто, когда твоих юнитов встают. И, наверное, чтобы вам не пришлось так долго ждать, мы уже перейдём как раз к игре. И мы будем играть на Пальном Парадайзе, просто это самая прикольная карта для проверки юнитов. Что ж, поехали. Что ж, ставим сразу Сангласи Спикер Мэна, потому что, ну, никого мы больше пасать не можем. Ну, юнит, скажу, хороший довольно, всё-таки. Но его проблемы у него довольно большой кладаун. Полторы секунды это не очень хорошо, видите, двух туалетов мы пропустили. Но это, в принципе, не так страшно, они нам не так много снесут. Кстати, вот ещё прикол, то что я прошёл на Парадайзе. У нас же как раз это карта с летом связана. И получается такой прикольчик. С летними юнитами пошёл на летнюю карту. Такс. Давайте второго поставим, наверное. Чтобы лучше справлялись. А то я не уверен, что они как-то... Как-то они пропускают. Вот ещё трёх туалетов пропустили. И сейчас опять пропустят. Да, двух туалетов пропустили. Нет, надо уже кого-то посерьёзнее ставить. Но сначала... Фермочки. Без фермочек никак. Это ж каждому ясно. Кстати, они звук, кажется, издают. А, не, они жаб... Так, а. Ну да, издают. Что-то я тут сглупил сейчас. Так, сейчас поставим его. У него самая большая проблема. У него огроменный откат. Он такой себе. Ну... Да. Так, ну сейчас... Так, наверное, надо уже... Наверное, нужно... Я не знаю. Наверное, подкопи... Уже, наверное, сейчас я накоплю, наверное, на... Как его? Вот сёрферы. Ну ладно. Дану фермочку прокачаю лишним не будет. Так-с. Давай. Давай. Ой. Блин. Пропустили тех. Ну, кстати, как будто саранча у него... А у него он 5. А потом только 10. Интересно. Ну, всё-таки... Хоть мы его проверяли в прошлом ролике, по факту, но... Но всё-таки я так-то и кулок учёного. А тут мы чисто вот этих юнитов. И ещё к тому же вот этого, которого я не проверял до этого. Ну, конечно, прям, немного подбешивает, что он прям очень много места занимает. И, наверное, мы сейчас бичка Миромена прокачаем. Наверное. Так-с. Да что он пропускает? Да хватит пропускать. Ну, серьёзно уже. Забодал. Вроде быстро передвигается, а сам пропускает. Так. Ну, сейчас вторую штучку поставим. Так. Поставили. То я уж подумал. Вот, кстати, я хочу вам задать вопрос. Вот. Вы, я не знаю, знаете такую игру или нет. Которая называется Breath from Tower Defense X. И в ней там есть какие-то юниты. У меня. Поэтому я могу снять видео о ней. Хотя я их хотел раньше, но чё-то передумал. Тогда. Когда хотел. Да и юниты тогда у меня не такие хорошие были. Вот сейчас как раз получше уже. Прокачиваем вот этого серфера. Не, ну серферы крутые. Они же реально те же самые сильные лего. Кто-то думал, какая самая сильная. Всё-таки или Преклон, или Мьюинг. А тут уж всё ясно. Кто лучше. Хотя, конечно, у этого и прокачка, у серфера и подороже. Но это в принципе честно. Так как 30 тысяч урона, ну это немало. Это почти что... Это прям почти что мифик. При том, что шанс у него 10%. А... Ну, почти. Или около 10%. По-моему, 9,9. А если использовать буст удача, то там вообще ещё больше. Так, блин, усыпили. Наверное, сейчас надо фермы улучшать. И прокачаем вот этого. Так. 24. Пока 5к. Ладно, ну... Вич камер-мен и всех этих юнитов как будто самый плохой. Потому что, ну... У него громинный кул, да. Он... Ну, довольно он слабый. Ну, и 300 стоит. Почти, царя, ни за что. Хотя, ладно. В некоторых случаях 3к это, в принципе, может помочь. Но там прям в очень редких ситуациях. Ну... Как-то нубик. Может, он и будет очень крутым юнитом. Но... Но, как по мне, такой себе юнит. Если... Не желаю использовать, короче. Так, наверное... Сейчас... Так. Прокачаем вот этого на максимум. Вот такой он. А ле-урон у него есть. Кстати, удивительно, что в последнее время ну... Разработчики Толи Таро Дефрэнс стали прям очень много юнитов с круговым 360 ле добавлять. Раньше такого не было. Раньше так вообще этого... Такого ле-урона не было. Это примерно... По-моему, первый юнит, который появился. Это как раз был Мьюинг Тиви Мэн. И вот... Ну... Даже... Ну, не знаю, как сказать. Ну, довольно давно добавили. Это где-то... Три месяца назад уже почти. Ну, или... Хотя, не, не три. Чё-то как-то... А сколько? Дайте подумать. Не три. Хм... А может... Так, если... Где-то... Где-то ночью первая вышла, то... Два с половиной месяца. Так, ой, надо, наверное, прокачивать уже чё-то как-то вообще... Ой... Проблемки какие-то. Это ещё не максимум. Да ё-моё, я уже думал, что это максимум. Ну, ладно. Ну, хорошо, ладно. Ну, кстати, если честно, вот скажу, что то, что я получил клок учёного, это круто, но... Он реально крутой. Вообще, почему я хотел сказать, но я так и не понял, ведь Юлиц замечательный и стенки крутые ставит и денег много даёт. То есть, можно, если грамотно всё делать, можно 9к за волну. А это вообще не хухры-мухры. Я скажу вам. Ладно, не будем больше пока ставить ещё серферов. Пока вот так побудем. Побудет. Кстати, я заметил, у меня интерфейс поменялся. Раньше вот у меня вот тут, вот тут была всякая какая-то панель, а прямо сейчас всё стало как обычно. Я вообще люблю ставить, потому что мне тут я привыкнее и тут я знаю, куда нажимать. Уф. Ну, ну прям, видите, какой быстрый вообще. Чё-то круто вообще. Чё-то легко. Не, ну с этими юнитами, мне кажется, и на это можно пройти, но я пошёл на хайт. Всё-таки, если бы у меня были бы вот типа мифик новый и эксклюзивка, я бы и на это, блин, думаю, пошёл бы. А тут я просто не уверен, смог бы я бы затащить бы. Ну, наверное, затащил бы, но тут пришлось бы попотеть всё-таки. Всё-таки. Да, юниты хорошие, но проверять тут не сам или инжим. Хат как раз и не очень легко и не очень сложно, потому что на этом мире будет некомфортно, так как на этом мире всё-таки лучше следить за за туалетами. А тут, в принципе, можно отдохнуть. Тут их, ну, в принципе, довольно не сильные, но, в принципе, не очень. Как раз для тестировки подходят. Ну, для более слабых юнитов можно и медиум. Так что, хат это прям самый один из, ну, как, подождите, как сказать, идеал прям. Крутой режим. Хорошо, что вот при новых уровнях всё, фертирмен у него меняется доска, потому что так его хотя бы, ну, можно легко найти и скучно. А то, когда вот этих, типа, всяких улучшенных камероспайдеров ставишь, у них вообще, по-моему, почти, ну, хотя ладно, у них что-то появляется, но это починит замена, потому что они сами маленькие. А тут, в принципе, всё видно. Цвета досок меняются. Сначала, ну, сейчас, подождите, сначала, по-моему, она жёлтая, потом красная, потом синяя, видите, и фиолетовая. И фиолетовая самая крутая. Что ж, ладно, давайте даже вот этих поставим немножко. Так, чё-то не поставилось. Плохо, это не очень хорошо. Давайте вот тут и тут рядом с ходом поставим. Так, вот сюда, вот сюда. Прокачали. И сюда. Так, ой. Блин, чё-то так подлагивают от этих серферов. Они же, вроде бы, эффектов не сдают. Наверное, вот эти волны, которые, типа, они, наверное, слишком большая фигня, и ещё она движется, поэтому немного, говоря, сложно, наверное, всё это обрабатывать. Ну, и ставим последнего. Так, я вроде бы улучшил на максимум. Вроде, всё всё на максимуме, но если вы заметите какого-то не на максимуме, то напишите в комментариях. Хотя, мои ролики вот эти почти никто не смотрит, ну, жалко, но, ну, блин, я же стараюсь. Ну, хотя не очень, но, всё равно, я же, я же монеты не только для себя копил в прошлом ролике, я и для вас, чтобы вам показать. такое быть. А в итоге, не знаю, и на почту мне никто не отправляет. Хотя, конечно, не нуждаюсь, но можно было мне кого-нибудь дать, я не знаю, если вам это хочется. Я не настолько ужасный человек, который вообще над контентом делится. Я знаю, что, конечно, набрал здоровье, другого своих подписчиков, симбатик. Ну, сейчас мне уже, это раньше мне его, наверное, смотреть и всё снимать прямой, а сейчас уже поднадоело. Да и, что-то как-то, ролики какие-то, ну, не самые интересные. Да и лень мне уже над ними работать. Может, в этом и дело. Лень. Я прям, я последнее время стал, ну, редко снимать ролики. Опять. вот примерно после зимы 2024 года я стал, меня ролики стали, ну, редко выходить. Конечно, я иногда начал стараться, в некоторые моменты начинал стараться и выкладывать каждые несколько дней, но потом, спустя некоторое время, я опять переставал, не выпускал и возвращался опять. но и не очень, конечно, долго уходил, но я помню, один раз я только на две недели ушел. Один раз почти что, или, или не почти что, а на свой месяц. Помните, 15 апреля у меня выходило ролик про овощи, овощи. Ну, надеюсь, вы поняли, про что, про что я говорю 15 апреля. А потом, я месяц ничего не снимал. Или снимал. Да не, вроде, ничего не снимал. Блин, наверное, переставить надо, как к обычной, потому что не достает он. Вроде бы, радиус достаточно, а все равно. А, стоп. вот это радиус взрыва 10, а диапазон вот это 12, получается. Вот это атаки его. Понятно. Значит, вот это его радиус, это его и есть атака. Кстати, давайте посмотрим вот эту штуку в нашу базу. Я никогда ее не рассматривал. Немного ее покалечили, немного обидно, но ладно. не так и плохо. Хотя бы не всю базу снесли, так что есть чему порадоваться. Ну, реально есть чему. Кстати, так это почти, что вот это и вот это здание как будто вот тут только немного изменено и это только ну, все-таки оно немного отличается, но ну, как будто. И, кстати, тут все дома почему-то вот какие-то желто-красные это немного странно. Не придумали когда революкали карту, не придумали ничего интересного. Да и вообще как-то да, карта революкнула, она интереснее стала, но как-то не напоминает то, что раньше было. Потому что ну, раньше вот, например, Десерт, карта, теперь это какой-то вообще дикий запад. Какая-то Америка. А раньше там было прям, ну, город как раз как в сериях. В 57-ой или около того, вроде бы. Кстати, вроде бы в 57-ой серии мы там оператор, от которого мы смотрели серию Пов Камерамен, находился и все события в Дубае, вроде бы. Как я помню. Если мне не кажется. Так, ну, так, квестик выполнили один, скоро я еще другие выполню, но это уже в этом ролике я их выполнять не буду, это странно, ведь, ну, где у нас в ролике была одна, кстати, прикол, у нас на, у меня на один гем больше, чем монет. Ну и, ладно, так далее. На этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока, с вами был Тетрадыч.